Сионский ворот Армия обороны Израиля сегодня на экскурсии. Одна небольшая деталь. В армии Израиля есть свои армейские экскурсоводы. Через эти ворота мы идем в сторону еврейского квартала Старого города Иерусалима. Старого города Иерусалима Дорогие друзья, всем привет! И снова Иерусалим! И сегодня снова с нами история. А как же иначе? Ведь мы в старом городе Иерусалима. И прежде чем мы окажемся в районе объекта, который покажем вам сегодня, и о котором расскажем, конечно же, стоит немного рассказать и о еврейском квартале, ведь именно в этом квартале пройдет наша экскурсия сегодня. Фотография на память. К радости мамы и ее детей на этом месте оказались мы. Иерусалима Иерусалима Итак, я поднимаюсь от стен Старого города Иерусалима в сторону парковки еврейского квартала, под которой находятся руины древней церкви 6 века византийского периода Неа. Мы попадаем практически в еврейский квартал. Сегодня нас интересует, можно сказать, новейшая история еврейского квартала. Во время войны 1948 года, войны за независимость Израиля, защитники еврейского квартала отчаянно сражались. В боях участвовали даже подростки 15-16 лет. Но силы были неравны, и евреям пришлось оставить свои жилища. Порядка 1700 евреев были тогда эвакуированы. Арабский легион действовал очень жестоко в оставленном квартале. Большинство зданий было просто разрушено. Уцелевшие дома заняли арабские жители. В руинах квартал простоял целых 19 лет, до шестидневной войны 1967 года. А после войны Восточный Иерусалим, старый город и Западный Иерусалим стал вновь единым городом. Это дата объединения Иерусалима. И тут же стал вопрос о восстановлении квартала. А где, который интересует нас сегодня, это улица Карда. Ее византийская часть, которая была обнаружена при восстановлении еврейского квартала. Итак, за мной улица Карда. С 5-метровыми колоннами, с каринскими капителями, с магазинами. А что такое, собственно говоря, Карда? В древнеримском градостроительстве уже присутствовало планирование. И были две основные улицы. Карда и Дикюманос. Улицы Карда шли с север на юг. А улицы Дикюманос пересекали город с запада на восток. Всем известно, что Иерусалим разрушался и восстанавливался неоднократно. Так вот, история этой улицы, улицы Карда, уходит корнями 135-й год. В год после иудейского восстания Бар-Коппы. Тогда Иерусалим был окончательно разрушен. И появился новый город Элия Капитолина. Римский император Адриан на месте разрушенного Иерусалима. И выстроил этот город с новым названием. Вот тогда-то и появилась улица Карда, пересекающая город с севера на юг. Начинается она от Дамасских ворот на севере. И сейчас мы находимся в более поздней части улицы, которая была достроена уже в период византийского правления. Улица была продлена в период императора Истиниана. Для чего? А для того, чтобы продолжить путь до новой церкви, церкви Неа. Посмотрите на эти 5-метровые колонны с каринскими капителями и на помещения с арочными сводами. Это магазины, располагавшиеся с двух сторон улицы. Улица Карда имела ширину 22,5 метров. И в ее состав входили два крытых тротуара с торговыми рядами и колоннадой. И, собственно, дорога шириной 12,5 метров. На колоннах покоилась крыша, которая защищала магазины от дождя и от солнца. Магазины также находились и на противоположной стороне. А здесь 12,5 метровая проезжая часть. И все это было скрыто. Все это покоилось до 70-х годов 20-го столетия. Тогда началось, как мы уже сказали, восстановление квартала. Проект выиграли три молодых архитектора. И что интересно, в археологических своих исследованиях они опирались на находку, обнаруженную в 1884 году в Иордании. Это была мозаика, представляющая собой карту, карту Святой Земли. От Леванта с севера до дельты Нила на юге. И на этой карте был изображен, конечно же, и Иерусалим. Мы вскоре увидим и эту карту. Ее увеличенный фрагмент находится, копия вернее, находится здесь. Они надеялись, что археологи все-таки обнаружат скрытую часть улицы Карда. Но время торопило. И необходимо было срочно построить и заселить этот квартал. Одновременно выполнялись и застройка квартала, и раскопки. Вверху строили новые дома. Внизу, под суперконструкцией, которая позволяла вести одновременно и раскопки, и строительные работы, работали археологи. Перед тем, как мы пойдем дальше, хочется указать имена архитекторов проекта улицы Карда. Это Питер Богут, Эстер Крэндл и Шлома Ааронсон. А раскопки производились под руководством профессора Нахмана Авигада. Мы пройдем внутрь этой улицы, которой копия знаменитой карты Медва. Итак, здесь мы видим увеличенный фрагмент карты Медва, на которой видим одну улицу Карда, идущую к храмовой горе, Карда Валенсис, и, собственно, центральную, идущую к горе Сион, Карда Максимус. А храм Гроба Господня находится несколько ниже здесь. А вот здесь выше знаменитая церковь Неа, которую мы сегодня упоминали, периода императора Юстиниана. Такие уникальные артефакты вошли в карту Медве. Мозаичная карта Медва, она не только красивая, но и удивительно точна. Расположение городов и деревень, их на карте отмечено около 150, вполне соответствует их реальному расположению. Вот, кстати, мы видим здесь буквы, это на греческом написано расположение городов и деревень. И паломники, скорее всего, не просто любовались этой картой, но еще и планировали с ее помощью свои паломнические маршруты. Как уже Павел сказал, я еще раз напомню, здесь мы видим только копию фрагмента Иерусалима, периода византийского. И римская карта, она проходила от дамасских ворот или от столба с скульптурой статуи Адриана до места, где впоследствии был выставлен храм гроба Господня. А уже в период императора Юстиниана, когда он построил вот эту церковь Неа, сама улица была продлена до церкви Неа, то есть в сторону сионских ворот. Мы сейчас находимся в самой, можно сказать, иллюстративной части улицы Карда. В ходе проекта «Мозаики Иерусалима» появились здесь вдоль вот этой стены мозаичные полотна. Автор проекта художник Дуду Харель. Он воссоздал, можно сказать, девять магазинов с товарами, типичными для того периода. Художник вдохновлялся археологическими находками. Среди девяти мозаичных картин вот первая, которую мы сейчас видим, это гончарная мастерская и посудный, соответственно, магазин. Здесь мы видим и ножи, и ложки, мы видим тарелки, внизу мы видим горшки, возможно, для масла, для воды, ну, мало ли, для чего использовалась эта посуда. Это у нас мозаичное полотно, магазин специй. И сейчас у нас на рынке специи тоже расположены вот такими вот формами. Здесь есть и специи, которые использовали для пищи, здесь есть и сушеные фрукты, здесь есть и травы, которые, возможно, использовались и для консервирования, может быть, и для лечебных целей. Вот такая мозаика, магазин специй. Идем к следующей. Это магазин животных. И здесь мы видим, в общем-то, животное, которое действительно были распространены в тот период. Магазин по продаже животных. Следующий магазин – это магазин фруктов и овощей. Создавая это мозаичное полотно, художник Дуду руководствовался именно изображениями фруктов и овощей на византийских мозаиках. И чего здесь только не увидишь. Здесь есть также и арбузы, и капуста, и огурцы, и помидоры, яблоки и многое другое, чем славится эта земля. Следующий магазин – это магазин тканей. Обратите внимание, тканевые полотна представлены перед покупателями. Работая над этим полотном, художник вдохновлялся мозаикой из Раведы в Италии. Итак, магазин тканей. Магазин с ювелирными украшениями. Украшения также периода византийского. Тут вам и бусы, и ожерелье. Чего только не увидишь и не купишь в этом магазине. Мы с вами в музыкальном магазине. И здесь автор вдохновлялся мозаиками византийского периода, но это мозаики из синагог. А кто у нас здесь? И что это за магазин? Вот у нас стеклодул. И это магазин, который продавал и изготавливал, конечно же, стеклянные изделия. Еще одна мозаика. Видите, работает кузнец. Соответственно, здесь изготавливали и продавали изделия из петалла. Чуть не забыла сказать, что два первых мозаичных полотна были открыты в 2016 году торжественно. А сейчас я окажусь прямо на самой настоящей улице Карда. Посмотрите, какое красочное панно. Оно появилось здесь в 2009 году в ходе проекта фрески Иерусалима. Прямо как 3D-проекты, как будто оказываешься там внутри. И что интересно, здесь есть даже нам известные лица. Сейчас мы их увидим. И тут случилось непредвиденное. Мне пришлось уступить место другому гиду. Дети нетерпеливы. Нельзя заставлять их ждать. Хотите узнать, о чем идет речь? И чем знамениты эти персонажи? Здесь изображены 3 известные личности. Это Тедди Колик. В синей тоге. Также на улице Древнего Карда. Он многим из вас известен, кто с нами постоянно следит за нашими видео. Легендарный Тедди Колик, мэр Иерусалима. Рядом в бордовой тоге это Нахман Авигат, профессор, археолог, который руководил археологическими раскопками, исследованиями здесь. И еще один археолог, вот он, в желтой тоге, это Гилель Гева. Он помогал художникам, для того, чтобы все было как можно более реалистичным. Зачастую, приводя своих туристов, экскурсантов сюда, задают вопрос, а найдите-ка здесь некий анахронизм. Увидите ли? Ищите. Он здесь, в лице этих двух детей. Девочка из византийских времен протягивает гранат мальчику из старшего времени. Обратите внимание, он современно одет, на нем кеды, на нем бейсболка, рюкзачок и бутылочка с водой. Вот такое удивительное, мне очень нравится это полотно. Ну и, конечно же, древний византийский богатейший рунок. А сейчас я пройду по древним камням с улицы Карда. Вот, раз, я на нем стою. Это вифлеемский камень, которым была услана улица Карда. Вот фрагменты там, там, дальше, они присутствуют. Видите, какие своды? Это тоже Карда, только более поздние. Так строили крестоносцы. Поскольку эта часть улиц, расположена в еврейском квартале, то и товары здесь соответствующие. Я сейчас спускаюсь в самую настоящую археологическую шахту. Дело в том, что в Иерусалиме вообще это целая мозаика и сплетения различных исторических, культурных, археологических слоев. И вот такой шахте могут соседствовать рядом совершенно различные периоды. Здесь мы видим и колонны улицы Карда, и стены Хосманея 2-го, 1-го века до нашей эры. И даже есть периоды 1-го храма 8-го века до нашей эры. Элемент там, фрагмент стены. Уникальное сплетение совершенно различных эпох в одном археологическом колодце. И это нормально для Иерусалима, потому что он включает в себя калейдоскоп различных эпох, событий, археологических слоев. И это, конечно, потрясает воображение. Это археологический колодец. И мы можем увидеть исторические пласты Иерусалима. В нем стену Хосманея 2-го века до нашей эры и стену Изякии, которой 2700 лет. Почему древний город находился глубоко под нами? Все просто. Мы же все знаем, что Иерусалим разрушался неелократно в ходе войн и землетрясений. И когда отстраивали вновь, то ввиду отсутствия современной техники, способной разгрести завалы, люди были просто не в состоянии докопаться до основания. А просто все выравнивали и сверху строили новые здания. Я нахожусь между двух линий. Вот они обозначены розовыми камнями, которые обозначают место положения древней стены периода Изякии. Черные линии камней обозначают место расположения стены периода Хосманеев 2-го века до нашей эры. А здесь розовые и черные камни рядом. Значит, прямо под нами проходят по соседству две стены. От небольшой выставки продажи с куклами Магды Уоттс я долго не могла отойти. Все вглядывалось в эти как будто живые и очень эмоциональные лица. Магда узница от Освенцима. Она старейшая кукольница Израиля. Более тысячи удивительнейших персонажей путешествуют в выставках по миру и экспонируется в музее библейских кукол в Израиле. «Пока я живу, я буду улыбаться», говорила Магда. Еврейские магазины улицы Карда ждут своих покупателей. Здесь можно отыскать удивительные вещи. И уже постепенно, пока и незначительно, но появляются иностранные туристы на улицах города. И это радует. Вот такая улица есть в Иерусалиме. Улица, где соединяются различные эпохи. Здесь история в тесном соседстве нас и взаимосвязи с современной жизнью. И одно совершенно не мешает другому. Путешествуйте с нами, дорогие друзья. И снова мы просим ваших лайков и комментариев, ведь так вы поможете развитию нашего канала. Вы можете стать спонсорами нашего канала, оформив подписку, которая стоит всего лишь полтора доллара в месяц. Мы всегда благодарны тем, кто уже это сделал. Всем доброго здоровья! И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok